Всем привет-привет! Сегодня будет видео о пустых баночках. Но я разделю на две части, потому что мне есть что вам рассказать. Огромный пакет опять скопился. И давайте я, наверное, в этом видео расскажу вам о уходе. А на другое перекину там еще, наверное, то, что у меня с декоративки закончилось и свои впечатления. Поехали. Первое, что я вам покажу, это закончилась вот такая вот глубоко очищающая натуральная маска Планета Органика. Данная маска направлена именно для жирной комбинированной кожи, поэтому она меня этим и привлекла. Когда вы ее открываете, первое, что оттуда доносится, это такой ядреный аромат эфирного масла и глины. Он не отвратительный, он довольно приятный, он такой специфический, натурально, знаете, релаксирующий. Пользовался ей тогда, когда не было особо времени долго сидеть с какой-то маской, именно такая экспресс-маска. Она очень хорошо вычищала грязь и очищает поры. В принципе, за 100-20 рублей где-то, мне кажется, это очень хорошая маска. Очень понравилась, могу вам посоветовать и возьму еще. У меня закончилась, это вот такая вот от Фриман с клубникой и шоколадом. Она очищающая и долго, надолго мне этого очень флакона хватило. Я здесь вот даже статки так выдавливала упорно. И вот именно для тезоны она идеально вот подходит хорошо. Даже можно ее на щеки носить только на тезону и она вот вытягивает этот вот жир и сальность вот этого, да, приглушает. То есть она вот именно более сухая. За 15 минут она успевает подсохнуть у вас так, что ее даже немного трудно смыть. Но когда вы ее смываете, вы видите на самом деле эффект, что лицо хорошо очищено и поры сужены. Очень мне нравилось. Спокойно ее возьму во второй раз. Закончился вот такой вот гель-крем от Шоссеида. Я его использовала только на ночь. Он увлажняет кожу, но больше с ней ничего, конечно, не делает. Здесь 40 мл. Беру его где-то так раз в год, второй раз уже. И вот именно на зиму или вот даже на лето, на ночь, он очень хорошо увлажняет кожу. Кожа хорошо напитанная. С утра такой свежеотдохнувший вид с ней. Мне нравится. Очень мягкая и не забивает поры. Вот этот вот гель для душа я добила от Фаберлик Инфиниум серия. У меня был Мохито классический. Я, как говорила в покупках о нем, что он меня не впечатлил. Также у меня мнение о нем и осталось, что он просто никакой. Эффект и впечатление от него, когда моешься, как будто вы просто шампунь спенили, обычный для волос, да, и обмыли им тело. Вот такой же скользящий эффект. Мне очень приятный на коже. Непромытости. Вообще никак. Яфроше крем Anti-Age Global закончился. Он очень густой. Он безумно густой. У него ярко выраженный запах. Он очень хорошо распределяется по лицу. И он у меня быстро довольно закончился. Вот этот вот тюбик. Это пробник. Он был у меня еще в Эльбокс. Вообще он идет как антивозрастной. Но вы знаете, моя с ним кожа тоже вот была довольно так подтянута. Но эффект был. Вот на самом деле она упругая. Вот. Особо с высыпаниями каким-то он не боролся. Но если она где-то была раздражена, то он ее очень хорошо успокаивал. В течение, после того, когда вы нанесете его, в течение где-то 10 минут вы его точно будете на себе чувствовать. Он довольно долго впитывается. Он тяжеловатый. Если его использовать летом, я думаю, что не советовала бы. Вот такой вот стоп-проблем мой любимчик. Лосьон. Салициловый. Он без спирта. Не закупоривает поры. Очень идеально подходит. Убирает жирный блеск. И то, что он содержит салициловую кислоту, тоже большой плюс. Всем советую. Стоит он где-то рублей 70 максимум, 60 с чем-то. И обязательно попробуйте, девчонки. Потому что очень хороший эффект. Хорошо успокаивает и заживляет какие-то прыщички. Например, когда сильное высыпание, его всегда используют. Перед натисением крема. Потому что солицевая кислота здесь в такой дозе находится, которая не ждет, не щиплет вашу кожу. Он не содержит спирта. И вот это вот все очень деликатно и аккуратно он снимает воспаление. Очищающий гель для лица от АВ. Тут, наверное, плохо видно. Отсвечивает вот баночка такая. Довольно большая. Надолго его хватает. Здесь 200 мл. Он очень хорошо пенится. Сам он, вот видите, на донышке осталось зеленого цвета. Беру его уже, не знаю, в третий-четвертый раз. Очень нравится. Но, наверное, больше его не буду брать. Потому что, мне кажется, все же Эфаклар. Он довольно от Ля Рушпусе. Он более нежно пенится. И мою кожу очищает. Он более для молодой кожи. Ну, где-то до 25 лет я могу посоветовать девчонке. Обязательно обратите внимание. Если у вас различное высыпание. Частый. И если у вас кожа очень сильно жирнится. Он регулирует вот эту вот работу с сальным железом. И хорошо убирает эту жирность кожи. Кожа более матовая. И если еще к нему добавить крем, подходящий по вашему типу. Будет вообще классно. Очень люблю. И советую тоже. От Кларенс. Крем-гель Hydra Quench. В общем, все названия будут под видео. Может быть, что-то исковеркаю. Чтобы точно было и понятно. Очень нравится. Сейчас я взяла такую вторую упаковку. Пользовалась им с поздней осени до зимы. Вот сейчас. До середины зимы. Хватило мне его где-то на 3 месяца. В принципе, больше хватило, чем в других бывать люксовых кремов. Он довольно экономичный. Он очень классно увлажняет кожу. Он ее делает упругой. Он ее насыщает. Он содержит масло карите. Он, я не знаю, он очень легкий. Он быстро впитывается. В нем есть все, 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 что я хочу от крема. Я нисколько не жалею, что я его взяла. Но, девчонки, хочу предупредить. Когда я искала себе какой-нибудь крем от Кларенс, не знала, что купить, то перед тем, как его взять, я читала на него отзывы. Я знаю, что у некоторых даже бывают фаспальния на него. Поэтому, опять же, все индивидуально. Но то, что для моей комбинированной кожи и склонной жирности, он мне очень классно подошел. Он идет именно для нормальной и склонной жирности. Так что советую и обязательно присмотритесь к нему. От Кора. Вот такая крем-маска для укрепления волос закончилась тоже. Огромная банка. Здесь целый 500 мл. У нее очень, девчонки, густая. Она вот именно такая глиняная. Она уже стимулирует рост волос и их укрепляет и предотвращает следующее выпадение. Я вам хочу сказать, что, на самом деле, все заявленные свойства сбываются. Это отличная маска. Стоит она где-то 650 рублей. Если у вас нет в аптеках, обязательно ее попросите. Закажите. Это финта косметика. Здесь 100% натуральный состав. Различные грязи. Эфирное масло лаванды. Одуванчик, крапива, матемачиха. Вообще сопропелевая грязь. Очень-очень много этих ингредиентов. Я ее наносила как? Сейчас я вам скажу, сколько. На 30 минут, да? Но прежде этим хорошо втираем в корни. Не по всей длине волос. Только вот именно в корни. Она очень так плохо разносится. По волосам, по голове, да? И ее надо совсем немного. Потом одеваю шапочку. И разогревающий такой классный эффект получается. И вы чувствуете, что, на самом деле, что-то происходит. Что-то действует она, да? От нее очень, на самом деле, хорошо растут волосы. Я вам, правда, говорю. Когда меня встрекли коротко, у меня вот, я сейчас на 10 сантиметров за 3 месяца отрастила волосы. И кончился у меня также один из тюбиков. Вот такой вот крем Веледа, который я вам показывала в покупках о Веледа. Он идет как именно такой деликатный, увлажняющий крем-уход. Он, кстати, такая, знаете, кремовая, густая. Но она хорошо распределяется по лицу. Он быстро впитывается. Никакого дискомфорта и аромата в него не чувствуете. Пользуюсь я сейчас таким вторым. Здесь у меня 20 миллилитров, а, 30 миллилитров. Нисколько не жалею. Для чувствительной кожи, девчонки, кто ищет вот именно для такой упругости и успокаивать, чтобы кожу увлажнять, я вам советую, не пожалейте денег и приобретите этот крем. Он просто замечательный. Сейчас у меня второй тюбик. Я пользуюсь им только на день, потому что он такой защитный. Вот именно на зиму от холодов. Очень-очень хороший состав. Это вода, миндальное масло, гидролизированный пчелиный воск, масло сливовых косточек, то есть никаких парабенов, ничего. Веледа просто рулит. Мне очень-очень нравится. Велик еще вот такой вот оживляющий скраб для тела, энергия и тонус Азия СПА. Он мне просто вообще никак не понравился. Я уже о нем говорила в раннем видео, когда уж еще о покупках я его пробовала. И впечатление мое не изменилось. Аромат приятный, но не более. Ничего он не скрабирует, ничего не делает. Такое ощущение, что просто намазал, смыл и никакого эффекта. Это были все мои пустые баночки из ухода. И увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok